С античных времен до 21-го столетия. Панкратион прошел долгий путь, но по-прежнему актуален. Шанс убедиться в этом ивановцам выпал в минувшие выходные, когда областной центр стал местом проведения чемпионата и первенства города, а также детско-юношеского фестиваля по этой спортивной борьбе. Заявилось более 240 человек. Город Иваново, Юрьевец, Фурманов, Кинишма, Наволоки. Приехали ребята с Ярославля. Для начинающих спортсменов детско-юношеский фестиваль – первый шаг в панкратионе. Здесь зачастую решается судьба бойца. Будет ребенок продолжать тренироваться или сдастся. Все зависит от характера и силы воли. Можно и проиграть, но остаться в спорте. А если все же выстоял, значит прошел первое, самое важное испытание, чтобы потом вспоминать свой первый турнир с улыбкой. Мои первые соревнования были 4 года в городе Иваново. Естественно, я растерялась и проиграла, потому что меня поставили с мальчиками, и я не поняла, что делать. Ну а на второе соревнование я тоже проиграла, но заняла второе место. Бойцы постарше участвуют в более серьезном старте, чемпионате и первенстве. Это не только возможность проверить себя и понять, на чем сконцентрироваться во время тренировок, но и отбор на турниры более высоких уровней. Области, затем ЦФО и, наконец, России. Но это все пока цели, от достижения которых участников отделяют несколько боев. И соперники также не намерены отдавать победу. Я с этим соперником уже не первый раз встречаюсь. Я с ним встречался в Казани на всероссийском турнире, в Липецке. Конечно, нельзя переоценивать противника, ну и нельзя недооценивать. Ну а так я знал, что побежу. Сборная Ивановской области в этом году на первенстве страны вошла в десятку сильнейших. Несколько спортсменов завоевали путевки на главный мировой турнир. Вероятно, и эти соревнования, с которых у многих участников начнется дорога в Панкратион, зажгут не одну спортивную звезду. Наталья Ягутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.